Для Ельского района, как и для всей Гомельской области, авария на ЧАЭС стала соправданной трагедией. Об чём можно мерковать в приватной сегодняшний памятник? С одного боку, информация о загибших земляках и спальных вёстках под час Великой Чины. С другого, название вёсток, которые были похованы в вынике радиационного заброджения. Знаймление из инфраструктуры агрогородка Добринь, керавник державы, начинает с наведывания объектов в социальной сфере. Эта вёстка – одна из самых великих в Ельском районе. Сегодня уёй проживают больше 800 человек. За 30 частных годов тут створена вся инфраструктура, необходимая для життя, причём усеяна, запотребованная. Оптимизму додает и тот факт, что в этом населенном пункте означается становшая демографичная динамика. Об этом идёт размова по час наведывания детячего сада. В прошлые годы колькость выхованцев тут постоянно повеличивается, и эта тенденция будет заховываться далей. Президента от души вас витают, малыши, с радостью усустракаем и у гостей запрашаем. Тут сперваем и танцуем в добрый раз, мы сябруем. Скажем дякую мы не раз, что в лапоте идёшь про нас. И ещё один становший момент, яким вельми генерация в Ельском районе. Негде дичина наступства Чарнобыльской катастрофы тут отрымался заховать традиционную народную культуру. В Кудаблинском культурно-спортивном центре выстава ельских портушков и мастер-классов супрацовников районного центра Ромёстов. А до разу после Чарнобыльской катастрофы кажуть, с оправдой была повинная разгубленность, а летя первым усёл в минулом. Просто, может быть, немножко было подзабыто, как-то люди как-то не поняли, что с ними случилось, но всё равно без прошлого нет будущего. И я не думаю, что Чарнобыль очень сильно отнял от нашей работы, от нашего, как говорится, наследия, то, что было нам передано. Мы стараемся не забывать об этом, стараемся работать. Подчас наведывания ельских районов Александр Лукашенко узгадывая, у забрудженной регионы он в першине утрапил, ясчё, когда был депутатом белорусского парламента, а ли после выбрания на посаду президента в проблеме потерпелых территорий пришлось им надавать куда больше часу. Во умовах, когда никто в свете не сутыкаусе с такой трагедией, необходимо было принять конкретное решение, что работать, как дородить на этих землях житём. Сегодня можно сказать, тады Беларусь зарабила правильный выбор. Реабилитация принесла свой плён. Подчас встречи с Весковцами Александр Лукашенко каже, что у гэты пятигодцы держава кончаткова выросить основные проблемы, які поколящие застаются на потерпелых территориях. Зараз необходны не тольки памятать о минулом, а ли и жить в будущем. На приконце рабочей поездки президента – финальный концерт доброчинного творчика марафона «Одраджения». С початку гэты года он проходил у районах Беларуси, які потерпели у вынеку чарнобыльской катастрофы. Головное мэта мероприемства – демонстрация первотвореньев, які тут отбеліся. За три дзесяти годзі районы не тольки вернулися до павновартосного життя, але і досягнули недрянных вынеков у социально-экономічном і культурном развиті. По велікім рахунку, марафон закликаны зламаць стереотип у спрямання гэтых територій як чарнобыльской зоны. Сама республика огромные средства вложила на то, щоб як-то исправити це положення, револютируювати. Я желаю, щоб в дальнійшем мирне небо светило над головами нашими, щоб Беларусь процветала. Олег Сентюров, Євген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Євский район.